С ветерком и без прав. Недавно появилась информация о том, что на современный электротранспорт, гироскутеры, секвеи и электросамокаты определенной мощности, потребуются водительские права. К лету вновь открываются пункты проката, и любители принестись по улицам Уванова на шустрых самоходах становятся все больше, и вопрос интересует многих. Новизна, да. Многие люди еще не катались, не пробовали данный вид транспорта, поэтому интересно прокатиться на этом виде транспорта. Опять же, управление отличное, например, от велосипеда, от мопеда, поэтому интерес не останавливается и растет. В других странах у гироскутеров разные статусы. Их относят и к велосипедам, и к мотоциклам, и к автомобилям. В России же ведь транспорт определяют по мощности. Речь о той самой пограничной мощности мотора, при которой до 250 ватт – это велосипед, чуть больше уже мопед, на который как раз и нужны права. По стандартной классификации мощности гироскутеры, секвеи и электросамокаты могут относиться к мопедам, но при этом считается, что этот транспорт абсолютно безопасный. По словам специалистов, даже особых навыков для того, чтобы пользоваться модной игрушкой не нужно. Главное – равновесие. На сигвеях и гироскутерах могут кататься даже дети. Главное, чтобы дорожка была ровная. У госавтоинспекции отмечают, ведь транспорт новый, и пока совершенно не ясно, к какому виду его отнести. Поэтому сейчас любители сигвеев настоятельно просят не выезжать на проезжую часть. Правовой статус такого вида электротранспорта на сегодняшний день в российском законодательстве действительно не определен. Поэтому на сегодняшний день лица, участники дорожного движения, которые используют сигвей или гироскутер, будут автоматически приравнены к пешеходам. И поэтому они должны знать и соблюдать основные требования правил дорожного движения, относящиеся к пешеходам. Любителям электротранспорта сотрудники ГИБДД при этом советуют быть внимательными и осторожными, не пользоваться во время движения телефонами и, конечно, не управлять сигвеями и гироскутерами в состоянии опьянения. Поскольку новинка особое распространение получилась среди детей и подростков, для них рекомендуют выбрать наиболее безопасный вид гироскутера. Мощность у всех разная, у сигвеев и у электросамокатов, соответственно, и скорости разные. То есть некоторые электросамокаты могут достигать скорости до 40-50 км в час. С сигвеями и с гироскутерами такого не будет. Там скорость ограничена 25 км в час, плюс-минус. Соответственно, быстрее не разгонимся. Так и получается, что сами производители закладывают в электротранспорт ограничения. Поэтому пешеходы на гироскутерах могут смело кататься с ветерком и без прав, но только по тротуарам. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Продолжение следует...